окей здравствуйте есть новые люди да кто не был на прошлых лекциях да правильно узнал окей хорошо я александр фридмар я уже больше 20 лет занимаюсь духовной терапии это психотерапевтические техники которые базируются на основах иудаизма еврейской философии тайных еврейских учений кабалы в прошлый раз мы говорили об основах мировоззрения которые на мой взгляд очень эффективно очень продуктивно очень благоприятно действует на вообще состояние человека на жизнь человека на возможность построения гармоничных отношений с окружающим миром мы поговорим сегодня о замечательном явлении я думаю самым замечательным явление которое вообще существует нашем мире это любовь про любовь что это такое с чем его едят рассмотрим разные аспекты любви любовь вообще как скажем так философское понятие чем отличается настоящая любовь от любви к партии чем как как можно вообще любить себя любить что значит любить себя любить ближнего любить своего ребенка любить жизнь любить мир попробуем рассмотреть разные аспекты этого понятия ну и начнем с самого начала немножко сделаем рекурс в то что о чем мы с вами говорили в прошлый раз мы говорили с вами о том как устроен мир с точки зрения еврейской философии то есть это тураническая философия в христианской традиции немножко библейская философия мир устроен следующим образом наши первоисточники нам говорят о том что творец создавал мир единый всемогущий творец создавал мир из себя самого внутри себя же самого то есть во первых кто такой творец для людей которые не знакомы вообще с какими-то религиозными подходами мировоззрениями творец это не мужичок и старичок на облачке это вообще не человек это это что то что мы до конца никогда не сможем познать потому что часть никогда не может познать целого мы можем только знать о творце то что он нам рассказывает опять же через через божественные первоисточники из которых можем учиться и мы знаем что это основная сила которая создает все что есть в нашем мире но это очень очень примитивно очень такое приблизительное описание которое поможет нам дальше как бы базироваться на этом понятии и продвигаться в нашем понимании дальше основная сила которая создала весь мир внутри себя из себя же самого и постоянно этот мир в этом мире поддерживает жизненность если кому-то будет интересно и потом могу более подробно объяснить просто мы более подробно об этом говорили в прошлый раз теперь и по сути дела вот это взаимоотношение между творцом и нашим миром то есть поддерживание жизни в нашем мире давания в наш мир всего того что необходимо миру для существования и в том числе для нас с вами потому что для нас с вами создан мир для человека был создан мир вот этот вот процесс он и называется любовью оказывается то есть любовь это не то что нам показывают голливудские фильмы а любовь это на самом деле процесс абсолютно бескорыстного желание давать для того чтобы тут тот кому дают было лучше ну это вот такая формулировочка да ни у кого противоречий вопросов нет отлично то есть любовь это желание бескорыстно альтруистично можно сказать давать без для того чтобы леатив это улучшить правильно без ожидания совершенно верно без ожидания получить что-либо взамен и самый распространён самое понятное давание это то что делаете вы все присутствующие здесь вы все родители да и вы все любите своих детей и вкладываете в них иногда даже больше чем среднестатистические родители потому что вы присутствуете здесь и не мне вам рассказывать вложение разумеется это не только финансовая в первую очередь эмоциональные духовные чувственные вложения и вот рождается ребенок маленький ребенок мы еще можно сказать с ним не знакомы да вот он только родился у меня с божьей помощью две недели назад внучка родилась спасибо вот очередная чтобы было побольше все были здоровы все дети в мире чтобы были здоровы и взрослые тоже вообще все что были здоровы вот и вот я приехал с ней знакомиться его первый раз вижу вот этого вот ребеночка да если абстрагироваться от того что это вот каким-то образом моя родственница прямая да ты берешь в руки любого маленького ребенка это вызывает у тебя какие-то такие вот приятные ощущения почему чем вот детки у нас вызывают вот вот это вот умиляют нас так да вот вот эта сладость которая исходит из них беззаботность какая-то они абсолютно бесхитростные они настоящие они первозданные как можно сказать у них нету вот этих каких-то желаний что-то получить что-то от тебя получить как-то тобой сманипулировать они потом научиваются очень быстро манипулировать приблизительно где-то месяцем к трем вот насколько я помню но до этого и вообще и потом они они очень они очень настоящие очень бесхитростные очень естественный и вот эта естественность она нас очень привлекает да и нам хочется и мы чувствуем вот какое такое эмоциональное возбуждение какую такую усладу внутреннюю да когда вот мы держим этого ребенка целуем его его нежное там прикосновение и так далее и тому подобное и нам хочется для этого ребенка делать что то и понимание того если это еще и к тому же наш ребенок то еще больше хочется делать вот мои сыновья вспоминают те которые уже женаты у которых уже есть дети когда их младшие братья рождались и они понимали что это братик или сестричка они обнимали и говорили какой он хороший когда они уже стали уже повзрослее то я видел как часть частью процесса воспитания их объяснять им горел это когда вырастешь у тебя будут свои дети они еще слаще будут ну как может быть слаще чем вот этот я говорю когда ты вырастешь и у тебя будет свой ребенок то ты поймешь то есть девочки это девочка рождается с этим ну в большей или меньшей степени с чувством материнства там у меня младшая дочка и когда было 6 месяцев она брала свою куклу за рубашку так ну за за кофточку даю так и так дело она и укачал уже 6 месяцев она сама еще только сидеть там начала она уже укачивает свою куклу у мужчин это все гораздо сложнее потому что мужчине сложнее понять пока у мужчин не становится отцом из своего личного опыта я знаю даже когда ты уже стал отцом берет меня взяла во всяком случае от нескольких недель до пары месяцев с каждым ребенком не только с первым ребенком с каждым ребенком начать понимать что вот этот вот человечек который уже живет у нас в доме это вот не просто какой-то ребенок а это вот моё и нет и не потому что я не дай бог там не как-то не не уделял внимание не ухаживал за ним а потому что это психологически ты абсолютно новая ситуация тебе нужно принять этого человека в свою жизнь и мы сейчас говорили о том что дети у нас автоматически вызывают какие-то приятные чувства но есть конечно мужчина которым с этим сложно обычно мужчины редко женщина мужчин чаще это бывает мы тоже в прошлый раз об этом говорили да когда мужчин гордение пока он первую степень в университете не получит ним я не знаю как с ним общаться я утрирую конечно вот но к чему я все это говорю да что даже с тем кто абсолютно вот такой чистый лист нам сложно начинать налаживать наши отношения тем более если это уже взрослый человек да когда вот мы встречаемся хотим создать пару мужчина женщины встречается хотят создать пару пожениться иметь детей это еще сложнее потому что мы с вами прошлый раз говорили насколько мужчины и женщины разные насколько у нас разные видения жизни видения и понимания вообще всего абсолютно всего любую тему если затронуть у нас все разное во всем разное понимание вот два таких разных существа должны просто находиться вместе а должны еще развивать какие-то отношения и строить я настаиваю на этом термине строить любовь то есть строить те отношения о которых мечтают ну все все по сути дела нормальные люди каждый человек хочет чтобы вы любили и и любить кого-то то есть это естественная потребность эмоциональная потребность естественно любой зрелой личности и и это очень сложно это очень сложно очень много ошибок люди делают и тем более в наше время делается очень много ошибок потому что люди абсолютно запутаны что такое любовь потому что опять же масс-медиа нам впихивают в голову определенные стереотипы мой учитель раф свирский очень часто любит приводить пример он говорит а помните как заканчиваются романтические там сюжеты фильмах когда он садится на харли дэвидсон она забрасывает длинную ногу за ним на сиденье они садятся и уезжают в сторону заходящего солнца очень романтично очень все девушки берет ах он горит а давайте задуматься чтобы через два часа когда солнце сядет ехать на мотоцикле станет холодно она проголодается нужно будет где-то есть где-то нужно переночевать и их захочется принять душ переодеться одеть чистую одежду до постирать то что она себя с ней и так далее то есть начнется быт об этом кино не рассказывает и это то с чем сталкиваются разумеется все живые люди которые воспитаны на на не оконченном сюжете да потом начинается быт потом она начинает чего-то хотеть от него а он вообще перех перестает что-либо хотеть от кого бы то ни было и начинается жизнь начинаются какие-то напряги начинаются не дай бог ссоры и вот для того чтобы этого не было нужно нужно почему это происходит это происходит из-за нашей скажем так невоспитанности простите меня за выражение невоспитанность это это значит что мы недополучили информацию в данном вопросе и поэтому мы ведем себя как человек который не знает как себя нужно вести вот в этом аспекте и и об этом мы с вами сегодня будем говорить начнем с самого начала рождается ребенок все закладывается но не все но большая часть того что мы из себя представляем закладывается у нас в детстве участие часть каких-то своих качеств мы получаем генетически часть мы копируем с окружающих взрослых да мы подражаем дети подражают и часть мы уже в более таком скажем в юношеском в более зрелом возрасте мы его для себя вырабатываем какие-то нормы и очень часто ко мне приходят молодые люди девушки и говорят вот я хочу чтобы в моей семье было не так как было у моих родителей причину того что родители как-то не очень хорошо ладили друг с другом и к сожалению я наблюдаю то что потом у них вот у этой молодежи когда они уже создают свои семьи у них к сожалению вот происходит но практически как происходило у их родителей почему такое он же не хочет так и тут нужно заметить что есть две составляющие того что руководит нашим поведением первое как нам кажется это наш разум наша логика то что мы хотим но больше всего нашим поведением руководит наша скажем так очень ну наша подсознательная часть да то есть то что в нас заложено это что автоматически скажем даже можно сказать рефлекторно срабатывает то есть те схемы те матрицы которые мы скопировали с наших с нашего взрослого окружения в нашем детстве в первую очередь с родителей там родственников ближайших учителей это то что срабатывает когда мы оказываемся в той или иной ситуации приведу вам пример мои дети ходили в детский сад и там была еще одна русскоязычная девочка и воспитательница будучи не русскоязычный она никак не понимала что она говорит каких-то ситуациях ребенок начинал какие-то русские слова говорить она не горит я не понимаю что что она горит мы лепим из пластилина и она вот все время сердится и что-то говорит и я как-то пришел они лепят из пластилина и я так присмотрелся к девочке у нее не получалось там та собачка который они делали так берет по ней кулаком так я горит понимаешь она вообще не очень правильно говорит но как поняла так и говорит да и потом я говорю надо я поговорю с ее родитель чтобы они как бы по-другому научили ее выражать свое недовольство тем что у нее не получается и разумеется мы с вами все понимаем что ребенок даже не понимал что он говорил но он видел как кто-то из родителей таким образом реагирует на неуспех до в своих действиях теперь еще одна ситуация не помню говорил он прошлый раз или нет я как-то ехал тоже со своими детьми в машине и какая-то женщина меня подрезала но я поступил неправильно дура чуть аварию не сделала и моя дочка мне говорит пап ты чё знаешь эту тетю я говорю нет он говорит откуда знаешь она дура я говорю года четыре я говорю я я я я не знаю эту тетю но она поступила сейчас неправильно кстати в такой ситуации нужно ребенку объяснять что это я вот был неправ человек поступил по-дурацки он не дурак вот то есть дети во всем подражают то что они видят то они и говорят так они себя ведут теперь так как все начинает закладываться в детстве то мы с разумеется в первую очередь должны всегда думать о том как я взрослый родитель который берет взял на себя ответственность родила этого ребенка с божьей помощью как как я должен воспитывать все мы задавались когда-либо этим вопросом много раз в жизни чуть ли не каждый день по не по нескольку раз в день как я должен реагировать правильно для того чтобы это было позитивно для моего ребенка для его развития и вообще для него как личности потому что напортить можно очень легко особенно в самом начале когда начинаешь что-то готовить какую-то там не знаю пирог если ты в самом начале положил не тень дигар ингредиенты то ждать потом позитивного результата просто бессмысленно так вот в первую очередь то что мы как родители с вами должны запомнить то что наш ребенок он личность так он рождается личностью а что значит личность в первую очередь он божественная душа сказано что в создании ребенка принимает участие трое это двое родителей и творец то есть родители они с помощью с божьей помощью создают как бы тело ребенка а творец вдыхает него душу и божественная душа она дается нам в подарок в пользование да то есть нам творец говорит вот я вам разрешаю повоспитывать вот эту мою душу вырастить из нее хорошего человека то есть придать самые лучшие качества этой душе сделать максимум того что вы можете то есть она не наша эта душа она она божественная так же как и наши с вами души и поэтому это на мой взгляд это еще больше увеличивает ответственность нашу за эту душу и в первую очередь мы должны уважать эту душу опять мы сейчас с вами не будем входить место всегда очень часто спрашивают в эти моменты во время лекции так что ребенка нельзя наказывать его там физически нельзя наказать можно дать по попе или нельзя дать по попе сегодня это очень об этом колоссальная полемика мы не будем сейчас затрагивать эту тему но речь идет о том что я его уважаю с момента его рождения я уважаю его я уважаю его интересы его его желания опять же в силу в силу разумного подхода то есть если там ребенок хочет что-то опасное что-то очень неполезное что-то разрушительное то разумеется я ему этого разрешать не буду но ребенок может выражать свои мысли свои свои желания у него могут быть он может чего-то хотеть чего-то не хотеть опять же и мы постоянно как взрослые которые отвечаем за этого ребенка должны смотреть насколько мы должны разрешать или запрещать теперь знаете есть такой анекдот как мальчик говорит я лет до восьми думал что мое имя заткнись идиот то есть мы никого не обвиняем никого не осуждаем люди есть разные у всех разное состояние психики разное эмоциональное состояние кто-то более уставший нет сил иногда для ребенка да и хочет чтобы просто было тихо тихо вот но опять же если задуматься что вот эта наша минутная слабость насколько она может исковеркать ребенку жизнь тем что он сразу же вот с такими посылами получает программу что он минимум второго сорта человек что ему не полагается что ему не положено потом мы удивляемся почему настолько не уверен в себе почему у него низкая самооценка почему ему сложно контактировать с другими людьми сразу оговорюсь что это не всегда вот все вот эти проблемы о которых я сейчас говорил это не всегда результат неправильного воспитания родителей да человек опять же он душа и как бы из своего опыта из того что я учил от наших мудрецов и из регрессивной терапии я вижу что вот люди знаю вижу что у людей есть перевоплощение души перевоплощаются то есть человек несет колоссальный опыт с собой из предыдущих воплощений человек приходит с каким-то грузом которым приходит здесь как бы совершенствовать исправлять и поэтому не начинайте сразу себя винить вот у моего ребенка там низкая самооценка я в чем-то виноват что-то упустил теперь подход должен даже если я в чем-то был неправ то подход должен быть конструктивным то есть не начинать себя сейчас винить и терроризировать самого себя и заниматься самобичеванием нужно просто сделать выводы в чем я был неправ я понял теперь я хочу это исправлять и быть максимально конструктивным